Луба спаси нас И здесь спаси вас Гигардо, очень ценно пропевать Знаете, что мы вместе, дышим мы вместе Надо вместе дышать Это оператор Сако Ты помнишь мне? Прошло пять лет Вот Володя Как же долго мы искали его Зачем? Может быть, чтобы показать ему себя в нашем фильме? Он исчез тогда с подворья Тут все так Пришел человек из тумана Чтобы не умереть И ушел в туман Что страшно? Близко не подходи Раскудрявый клен У нас сильно вырастет Здравствуй, парень Да Цыганка-молдаванка Психотлическая больная Ой, сколько девочек Саша Слава Богу за все Саша То, что ты есть То, что я есть То, что он есть То, что мы все есть Понимаешь? Согласен со мной? Слава Богу, что Бог есть Пускайте, пускайте Пускайте Да языки Уже не затылось Я расстарилась Чего ты не делаешь? Я уже не держу Ну, здесь не таракан Давай, начать раз А вот я Вижу, я себя узнаю Меня подобрали Родители бросили Подобрали Отвезли в третью детскую больницу Я пробыл там три года Я, если честно сказать, прошел Огонь и медный Это действительно Это правда Хорошие люди попадались там Редко, за забор Но нас за это ругали Почему за территорию школы Вы ходите Школа-интернат Номер семь Для детей Умственно отсталых И Вы сами понимаете Это Сырно объяснять Я Это говорить не буду Это дети Которые не могут Действительно Выйти в нормальную жизнь Что-то слабо вы меня сняли А с девушкой, как я познакомился Могу рассказать Я работал в Тарасове У своего первого хозяина Там школа есть недалеко Тарасовская То видел, девушка стоит Она раньше курила Я подхожу Говорю Здравствуйте Как вас зовут? Она У меня Лиля У меня Володя Тихоряк Как хозяина нету Можно Пристановить немножечко Нарезку оба На своем случае Место Ну что Помнишь Вот я рассказывал Вот она Я потерял сил Там очень много Это носилками А палубка была Вот такая Вот Это ж можно было Вызвать бетономешалку Ему Ему ж было Это тогда лень вызвать И мы все это Носилками носили Высыпали А жара Меня больше огорчила Вот эта история С девушкой твоей А ладно Это бывает Это еще страшно Мы это переживем Приезжал к ним туда На курсе В общем 44-й дом Третий этаж 77-я квартира Такого года рождения Как и я И говорю Ты? Говорю Хорошо, что попалась Говорю Ты красивая попалась Из-за того, что Вот У тебя на квартире Мой год рождения Там мой год рождения был Хорошо попалась Она еще Хорошо Прости Вон она Вон она Есть Это мозг Слышишь Ой Так, таким образом Малин 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 Вот это есть Здравствуйте Да не бойтесь Не бойтесь А что такое? Пожалуйста Откройте Мы ничего плохого Вам не сделаем Есть у вас дочка? Ее нет дома? А когда ее можно застать? Мы разыскиваем Одного человека Вам ничего не то скажешь? А что? Мы же вас не про политику Нас это вообще не интересует Нас интересует ЧЕЛОВЕК КОНСОВЩИНА Квартира 77 Может посмотрите Я не знаю Я их не знаю Ага Но она не замужем Нет еще Нет В детском саду она работает Как заберут детей Так она КАУЧА Ась Узнай, что снимает КАКЕРА снимает Узнай, что такое Там новые дома В принципе Давайте туда Я бы сказала Вы знали Для чего это и что Мы пришли на удачу Вы вот для него Не случайный человек Потому что вы живете В такой квартире Это год его рождения И поэтому Ничего себе Совпадает Не совпадает Ни с чем Представляю Кто был в меня влюблен Я знаю Тех точно Хотя В принципе Если тайна Может быть Не знаю Сирота У него нет родителей Для него так важна была Эта квартира Эта девушка Он получил квартиру И потерял ее по глупости Облапошили Облапошили Он простой Простой человек Хороший Вот этот парень Вот Не знаете? Его зовут Володя Володя Не знаете? Значит это не ошибка Значит это у него А здесь еще есть В этом районе 44-й дом Он к ней приезжал На Кунцевщину Квартира 77 Я думаю Еще раз Ну Точно я такого не знаю Однозначно Мне очень не жаль А у вас есть Девушка молодая Жена Спасибо А нам 77 Нужна А что-то У меня у всех В органах Работает Один Другой Въезд Другой ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Там вообще не те двери. У нас другие стояли. Уже поменяли. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вот тут я раньше жил. Шестой этаж, 45-я квартира. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Тот хлопец, который работает в гараже, он тоже квартиру потерял. У него сама милиция обманула. Город, а что тебе рассказать? Ничего. Работаю в монастыре. В каком монастыре? В женском. В монастыре? Да. Официально все-таки положил? Конечно. Мне уже и платят. Уже и платят. Давай, сражайся. Паша, привет, это Володя. Слушай, Паша, тут друзья мои приехали в Москву. Ты не против будешь со мной пообщаться? А ты где сейчас вообще? У Кати находишься? Ну, давай, Пашка. Счастливо. Вика? Привет, Вика. Можно я к тебе подъеду? Ну, я не один, я с друзьями. Можно? Да? Так что пока нельзя, да? Ну, ладно, поправляйся тогда. Бог помощи. Давай. Тут половину моих с моей школы получили хату. Тут еще один живет. Блин, в школе, в этом интернате, где я учился, сейчас работает там двойник. Тоже сильный алкоголик. Я у него тут жил два месяца. Ой, господи, боже мой. Опять двойка. Как он надоел. 98-я квартира. 98-я. Андрей? А? Я знаю. На монастыре работал, но я не пьем. А он постоянно пьяный. Вот поэтому это дурацкое сердце здесь и находится. Сейчас вообще мир перевернулся. Блин, какой же, какой же, какой же кот. Ё-моё, подожди. Блин, какой же у меня подвес. Я степлю. Лиза, 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 лиза. Ай, кого я вижу. Привет. Привет. Кого еще видишь? А ты что, работаешь? Да. А где? Где я работаю? Вот там же дома. На тех. Это твой район. Одна? Да. Куда? Работать? Да, работаю. Пообщаться не хочешь там. Чего? Третьего я все-таки одноклассница. Сейчас пойдем. Давайте, выйдем. Слабонервный у нас в зале вообще есть? Слабонервный нету? Все слабонервные. Тогда попрошу крепче держаться на коленке. Итак, мы начинаем с лимон. Внимание. Класс. Вторая. Мне может помогать. Раз. Два. Три. Начинаем. Брат Владимир готовит трапезную к исповеди. Ну как, Володя, тебе фильм? Впечатляет, правда? Узнать себя – это шок. Да, тогда были годы хорошие. Ира, помнишь, вот я рассказывал, вот она. Лад номер семь для детей умственно отсталый. А с девушкой, как я познакомился, могу сказать? Вот это мне дергает, самое большее. Я работал с парасами, если надо будет помочь, я тебе помогу. Говорит, нет, мне твоей помощи не надо. Я тебя видеть не хочу. Ясно, понял. Все. Я не знаю, что с ней сейчас дальше. Она пообещала бросить меня, все. Она говорит, у меня будет другой парень. Я на это не обижаюсь. Слава Богу, что я тут один такой. Нет, таких, как я, полно хватает. А мне вот люди вопросы задавали. Вот что ты после себя оставишь? Вот ты уйдешь из жизни, что ты после себя оставишь? Я что после себя оставлю? Я могу ничего не оставить, потому что я ж не, как вам сказать, не Рнольд Шварценеггер, не этот. Я говорю, вот у меня во всех Минске видно, 77-й год рождения, такой-такой. Вот я после себя этот год рождения и оставлю. Ты совсем-совсем не поддерживаешь, не знаешь вообще, что с ней связано. Наверное, кто-то. Убила соседку свою ножом. Ножом? Да, соседку на пьяную голову. Вышла и убила соседку. Соседку. Ее осудили. Цыганка-молдаванка. Это психиатрическая больница. Сама виновата. Мне всего было. Я ее предупреждал. Будешь пить. Не хотела слушать старшего. Делай по-своему. Я и не мама, и не папа. Я всего лишь незнакомый человек. Судьба такая. Значит, Бог дал такую жизнь. Я же не виноват. А почему ты добрый? Ты должен быть злым. А я должен быть злым? Нет. Тут злым нельзя. Тут надо любить братья. Вот самое главное. Я раньше чего не люблю. Это самое главное. Какая разница? Вот сюда пришел, допустим, человек немощный. Какая разница, здесь кто-то год, два, три или первый день. Так он пришел, он еще хуже чувствует, чем мы. Не важно, что он делает. Пилит дрова, рубит лес, кушать готовит, следит за фермой. Человек здесь работает. Человек не замерз где-то в сугробе. Он там не сдох под забором. Он живет здесь. Ну, слава богу, батюшка дает нам это. Все. Мы свободные. Разонравилось что-то кому-то. Он свободен в своем выборе. И я отсюда уходил. Ну и возвращался. Это в храме, я подумаю, нет? А я... Хорошо положил. Самое главное. А что с Виталием и с Мариной? Очень сложный момент, понимаете? Я их венчал. Мне кажется, Виталий не любит Марину. И Марина это знает тоже сейчас. Сейчас уже знает. А у нее было, конечно, Виталий видный парень такой, понимаете? И она так мучилась с ним, мучилась, мучилась. И мучиться. Нет, к сожалению, уже такой возраст, что романтики никакой. Ну, хорошо, в терминах прагматики, ну вот как? Не, не, это бытовуха, она заедает. То есть об этом... То есть это понятно, что все это надо, но... То есть это все будет по-любому. То есть потихоньку оно что-то все равно приобретается. Когда-нибудь ремонт закончится. Здесь будет, ну, другой дизайн. Здесь бурили андресоли. Снимали старые двери. Здесь по-другому будет вход вот с этой стороны. Но это все в проекте. Пока у нас все заморозилось в связи с такими нелегкими нашими отношениями, которые, я думаю, со временем как-то устроятся. Красивый кадр. Что-то из области возвращения Адама и Евы в рай. Или изгнание. Адама и Евы в рай. Нам же еще года нету, поэтому какие-то вот какие-то притирки идут. В любом случае в конфликте между мужчиной и женщиной все равно мужчина виноват. Мы как камешки в мешочке. Вот надо долго трясти, чтобы углы стерлись, чтобы они гладкие были. Тогда трения меньше. Тогда вот эти... То, что все эти ремонты, это все окружающее такое. А когда мир вот какой-то внутренний, тогда вот... Тогда все хорошо. Тогда все люди красивые. Погода всегда хорошая. Тогда все хорошо. Мне кажется, у Марины камешков углов вообще нет. Наверное. Значит, у меня их больше. А себя ж не хочется ломать. С трудом ломаешься. А надо. Одиночкой побыть и внутри себя пооблаковать. Чего тебя потянуло? Из-за этого жениться. Ты же уже пробовал. Негоже человеку быть одному. Семья-то хорошо. Володя, нам подарили игрушки на венчании с Виталиком и рассказали такую сказку. Там все так смеялись. Слушай, смотри. Жил-был человек. Он жил сам по себе. И ходил, и пел песни в надежде, что его кто-нибудь услышит и полюбит. А в это время жила-была развития муж. Она танцевала сама для себя. И вот они вместе встретились. Вот не гоже быть одному и есть ради кого жить. А что мешает? И я. Вот. Запевал? Было, да, было. Очень тяжело тогда. Проходило все и как-то так. Было такое. А Марина как вы рискуете? Вообще бедняга. Вообще. Знаешь, мне кажется, что Марина такой человек, который не бросил. Вот до чего ты не докатился, как Дениска не упал. Вот она из той пороли людей. Мне тоже так кажется. Мне кажется. Спекулировать на этом же тоже нельзя. Виталик. Бизнесменом был, что он там в бутике, что, что. Понимаете, вот реальность. Он очень симпатизирует одной монахине. Но на таком духовном уровне. Знаете, как такая романтическая? Что она видит красоту человека и все прочее. И в принципе, венчались, то они благодаря ей тоже, понимаете. Она очень большая. Песня. ПЕСНЯ Многое лето, горько-горько, да. На сегодняшний день я не знаю, как дальше эта ситуация будет сложиться. Но надо Виталию по-новому, наверное, всю свою жизнь. Я не знаю, сможет ли он это. Я и по себе знаю, что, наверное, у каждого это есть. Чем больше ты видишь свою грязь и свое непотребство, тем ближе ты к Богу. Вообще это самый лучший момент. На самом деле нам кажется, что это, ну так, знаете. А чем больше человеку стыдно, вот это единственное, что может приблизить человека к Богу. А когда человек, Бог мой друг, и я вообще служу, я же тружусь, я же тут, понимаете, хороший, и вообще тут и ближним помогаю, и вообще столько хорошего делаю. Это все фальшь. Это фальшь. Это обман себя. Потому что человек реально себя не видит. Что может быть? Я даже не знаю, что может быть там дальше, понимаете. Но Виталия, для Виталия Марина, в общем-то, это и соломинка. Потому что он все-таки, на сегодняшний день он сам не справится никак. Ведь он стоит там чуть-чуть попробовать, все. И в такой степени, вот такой алкоголизм, это редко, наверное, встречается, понимаете. Чуть, понимаете, там шампанского какого-нибудь. Несколько дней, и все, я потерян вообще для себя, для всех вообще. Мне потом просто приходить в нормальное состояние, а это переживания вот эти все, чтобы просыпился опять. То есть, ну, там какое-то самоедство, и вообще стыд такой. Она тебе помогает? Конечно. То есть, когда два человека рядом, друг с другом. Это больше такие внутренние такие факторы, то есть вместе. Так, так какая светлая перспектива? У вас есть какая-нибудь светлая перспектива? Конечно, царство и небесное. А на ближайшее, надеюсь, когда-то закончится наш ремонт. Очень хочется. Вот это ближайшая перспектива. Ну и что? И будет хорошенькая квартирочка. И что дальше? Что это из них? Ну, это ничего абсолютно. Это внешние факторы, которые, ну, просто, ну, надо жить, чтобы было так уютно. То есть, это нормально. Вот стеночка без обоев, такое вот все пока у нас страшненькое. Но это такой момент, который показывает нашу жизнь сейчас с Виталием. Не все очень просто. Ну, у нас сейчас с ним тяжелый период. Мы решили пожить немножко отдельно. Но это как бы не точка. Наш батюшка всегда говорит, что точку ставить, ну, не стоит ставить запятую. Продолжение всегда следует. Ну, и вот, когда, наверное, окончится такой даже тяжелый период построения взаимоотношений, то обои и весь ремонт, он тогда произведется очень легко. Кто бы внутри сделал такой же ремонт? Ну, причастлив. Видимо, со стороны ничего же не меняется. То есть, ты же к чаше идешь, неважно в чем-то, одет там. Может, ты и сам-то не видишь, что... Ну, все равно ты хочешь этого или не хочешь, причастие тебе поменяет то, что ты Христа принимаешь. Другое дело, что порой бывает больно. Это вот как-то так вот, ну... Но ты его принимаешь, и от тебя уже только то, что ты пришел. А уже Господь там все сделает. То есть, Он правит так, как надо. Ну, это надо приходить, а иной раз и стыдно на исповедь идти, потому что надо говорить то, что... Ну, и не хочется так говорить, а скрывать нельзя. То есть идет такая вот постоянная ломка все равно. Вот как пять лет назад падаешь, встаешь, падаешь, встаешь, потому что если не встанешь, Он есть. Песня. 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 Прости. 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Ну, не гадость, но все равно гадость. Ладно, гадость, пусть будет гадость. А мне в ответ за это, ну, я образно говорю, конфетку. Я злюсь и отворачиваюсь, как обычный человек. Но потом делаю с Божьей помощью усилия. Я здесь учусь прощать человека. Ну, это для меня такая шкафа. Что бы ты ни сделал, там Бог коснулся сердца человека и все. Он это уже почувствовал. Он заплакал, а ни при чем. Что такое вы с ним сделали? Ничего. Невыносимость добра. Это что-то. Мне невыносимость, а потому что стыдно за себя. Понимаете? Когда тебе, а ты, о чем тут говорить? Что-то там еще, значит, у меня осталось. Да, ну, человек слаб. Сам, по своей сути, он слаб. Так и пройдет вот эта жизнь в этой вот борьбе. Бесплодна. Надо иметь какую-то крепкую веру. Мне сейчас в таких вещах... Рановато. Я считаю, рановато. Вот мне разок как-то увидеть какой-то знак или что. Это ж дано кому-то только единиц кем-то избранным. Фома был апостолом. А я кто? Фоме он дал, чтобы Фома поверил. А он был апостолом. Он не верил. Ну, а я? Я буду такой, какой я есть. Я сама хочу, чтобы меня принимали такой, какой я есть. И не требовали от меня большего, потому что я большего не могу. Но человеку свойственно как бы требовать что-то от ближнего. Того, чего даже Бог от него не требует. Подсознательно все равно в человеке, в каждом живет, ему хочется, чтобы его любили. И именно принимали таким, какой он есть. Это даже уже не касательно того. Ну, понятно, когда начинается уже спекуляция там. Я не могу, я не справляюсь пока с собой, чтобы как-то так. Это у меня сразу реакция идет такая. Но это не к тому, конечно, все равно надо наказывать, все равно надо отправлять. Все равно должна быть какая-то там дисциплина. И все это, это как помощь. Потому что если просто гладить по головке, конечно, этим не поможешь. Это, наоборот, это как бы, ну, это же не любовь. Куда? Куда? Домой, 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 домой. Куда? Идем домой. Домой, 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 домой И так буду сделать, и так, и такие, и так красивые, и такие мечты. Приходится завтрашний день и ноль. Ну это же все очень больно и невыносимо зачастую больно. Но так с годами просто получается, что ты не то чтобы привыкаешь, но как-то ты учишься эту боль переносить, потому что это же болит обида. Это же не твое какое-то хорошее чувство, это обида. Вот если так сравнить с самолетом, все же люди одинаковые. Кто-то с самолетом же не видно, он 2 метра или 1,6 метра. И зачастую братья же бывают и получше. Потому что я знаю все, а я все равно грешу. Я знаю как надо жить, и я не живу так как надо. И человек, который в жизни потерял все и прожил гораздо такие более тяжелые моменты, чем я, например. Как ему тяжело что-то сделать, какой-то шаг к Богу и бросить что-то. Больно. Может быть и больно, но понимаете, когда... Ну это, как говорится, образ жизни. Ты грубеешь, ты привыкаешь к этому. Уже значит не больно. Нет, но оно больно все равно, но уже не больно. Да я понимаю, да я понимаю все прекрасно. Я разочаровывал и его, и мать Марфу, и вообще. Я загорел, пожалуй. Я очень люблю. Любовь такое слово сложное, но его можно очень неоднозначно понять. У нас ценю их, да, и у меня как бы как сестринская такая любовь есть. Это одна сторона, а вторая до отвращения иногда бывает. Ну как бы это вот все, я вот чувствую просто, что я балансирую вот между этими двумя. Как это происходит, я не могу понять, оно во мне же не раздумано. Пока действует вот эта обида. Больно. Не знаю, как это описать, но объяснить, как это. Я знаю, что вторая сторона – это следствие моего греха. Потому что когда греха не будет, останется одна любовь. Человек не то, что он не тебя предает, он всегда, он же хочет, он же не воспринимает жизнь здесь, как что-то ему хочется все время, чего-то большего. То, что он потерял. В небо врагом твоим тайну подем, не лапзание тебе дам, я мой Иуда, но я как разбойник исповедую тебе. Помяни меня, Господи, во царствие Твое, да не в суд или в осуждение. Будет мне причащение святых твоих тайн, Господи. Но во исцеление души и тела, аминь. Тело Христова примите источник. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как жизнь? Ай! Я хочу не трогать никого, пускай меня не трогают. Вот и все. Ты что? Короче, то, что они думают, я уже давно забыл. Вот и все. Не получается так, как хотелось бы. Он вернулся и уже не лидер он уже, не лидер по отношению к Мать Марфе. Она другие лидеры. Но она его вытащила. Ну да, да. В принципе, он благодарен, но он видит, что, понимаете, что он уже на вторых ролях. А это вот трудно. Мы зависим друг от друга. Поэтому опять же и опять мы стучим в стену. В надежде, что она упадет. И чтобы мы смогли кому-то помочь. Кто еще не знает Бога и приходит сюда, ну, наверное, в состоянии отчаяния и безнадежности. Ну, рассказывайте, что у вас. Вообще, вы говорите об ответственности в вашей жизни. Да? Из гостиницы туда привозят собак. И вот недавно приезжает хозяин забирать свою собаку. Понаруживается рама непонятного происхождения под ошейником. Потом миски, те, которые он привозил для своей собаки, стоят у других собак. Подстилку вообще не смогли найти. И вот с каким он настроением отсюда уезжает, что он вообще при этом говорит. Вы живете, да? В хороших комнатах. Зимой тепло. На окнах занавесочки, на потолке лампы. Как вы думаете, за какие вообще это деньги и откуда это все берется? Ну, здесь мы не заметили, подумаешь, не посмотрели лишний раз на собаку. Поленились. Подумаешь, не заметили, что корова грязная ходит уже 10 дней. Вот это вот наше какое-то отношение к своей жизни. Ведь все, что здесь делается, во-первых, делается в первую очередь для вас. Потому что это в первую очередь помогает вам. Те же самые собаки, коровы и все остальное. Они помогают вашей душе. Смотришь на этот бардак, до того он начинает все на коня садить. И чего? Ну и все. Ты же собираешься уходить отсюда? Нет, я не собираюсь. Почему я собираюсь? Ну, я ей не гарантирую, что не сорвусь в очередной. Вот и все. Когда-нибудь вот под руку попадется, и одно к одному. Она же копится, она же не выплескивается куда-то. Если бы я поехал куда-нибудь в Минск, разрядился, кому-нибудь морду набил там, ну я бы выплеснул свои эмоции, и бог к нему, я приехал умиротворенный. Умиротворенный, все. Самому себе надо научиться. Ну, самобичеванием, что ли, заниматься. Вы сейчас с Марфой говорили. Ну. С мать Марфой у меня вообще ничего не получается. Все. Как это? Ну, вот так это. Да она тебя спасала. Ну, она меня спасала. Да, я ей там благодарен и все такое. Но, но я же чувствую, ну, не то, не то пальто. Вот и все. Вот и все. А я такой человек, я никогда напрашиваться не буду, когда вижу, что, ну, не особо меня приветствуют. Ну, и все. Это же элементарно тоже. Все. Да, в принципе, я вот, как освободился, я даже не могу с ней поговорить нормально. Понимаете? Ну, так а что она тут говорить? Ладно, я там это самое накосорезил или еще что-то. Только другай меня, поговори со мной. Хотя бы просто, ну. И все, и Бог с ним. Мне нормально будет. Мне удели внимание хоть немножко. Все. Мне больше ничего не надо. Бог рассудит. Батюшка мне говорит, Бог рассудит. Ну, батюшка, батюшке я верю все-таки. До конца, по крайней мере, я не сомневаюсь. Понимаете, в чем дело? Когда я пришел сюда, ну, первые разы, там, Бог с ним, я действительно смотрел в рот. Все, у меня уже не осталось ничего. Да надоела вся эта возня за место под солнцем, как говорится, если уже грубо говорить. Вот и все. Конечно, надо, в первую очередь, самокритично на себя смотреть. Ну, просто тут играют человеческие эмоции. И... А что я буду на себя смотреть, если никто на себя не смотрит? Ну, нет. Ну, а кто тут смотрит на себя, по большому счету? Ну, мать Марфы, например. Ну, мать Марфы. Сейчас только что с ней говорили. Она говорит, практически то же самое, что ты сейчас говоришь. Она говорит, у меня не получается. Представляешь, вот мы сейчас двух человек пишем, полярных, противоположных. Они говорят одно и то же. Она сказала, у меня не получается. И ты говоришь, у меня не получается. Как подорванный, ты весь в войне. Ты объявил войну этому миру. Да потому что каждый день кто-то обязательно испортит это самое. Как говорят, поднимет давление. Вот мне мать Марфа сейчас зеленую дал. Не ходить на молитвы. Короче, делаю, что хочу. Ну, и что толку от этой свободы? Ну. Ну, я как жил, я так и живу. Я и... Сначала я как-то не сообразил. А пять минут подумал, я понял, что она еще больше... Больше повязала. Вот и все. Чем я был связан какими-то ограничениями, то теперь я эти ограничения уже, как говорится, я сам себе ставлю. Не кто-то мне ставит, а я сам ставлю. Вот и все. Все же ждут от меня чего? Ясно, что чего ждут. Чего? Ну, не дождутся. Пока, во всяком случае. До Пасхи. Расскажи, расскажи, чего от тебя все ждут. А чего? Ну как, свобода действий, ну... Что я должен делать? Ты что, хочешь сказать, что тебя провоцируют? Нет, зачем меня провоцируют? Свобода действий, все. Я просто эмоционально могу накричать на это самое... Я пять минут, я забыл все. В крайнем случае, если я вижу, что уже конкретно я не прав, я извинюсь. Поезд сейчас уйдет, понимаешь чего? Я сейчас должна тебя просто... Ой, ну перестань. Только ради бога. Ради бога, это все полоса. Это кончится. Ты должен это выстоять. Валера, это лучшее место на земле. Девушка, как получится. Главное, чтобы у нас все было. Все получится, все получится. Водитель, который был с нами все дни, нормальный, хороший, в общем, парень. Проводил нас до поезда, успели. И вдруг выдал. А я бы их всех расстрелял. Неужели все решается так просто? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok